То есть, ламель сделала закос под никсы, представляете? Там, где вот шиммерные, там тоже в никсе такие же шиммерные цвета. То есть, обалдеть! Так, вот я уже всё смыла. И давайте перейдём тогда к моим новым зелёненьким. Опять же, я говорю, буду импровизировать, не знаю, может, как-нибудь жёлтый добавлю, может, как-нибудь, не знаю, что ещё. Всё, короче, как взбредёт в голову. Вот, моя любимая палитра. Ну, давайте приступим. Я понимаю, какие-нибудь по текстуре, просто покажу уже мини-тукобит. Нам нужно сначала, как я и говорил, что-то, на что будет крепиться наш цвет. Хорошо. И теперь, наконец-таки, наносим наши зелёненькие. Они очень красиво в жизни. Переливаются, они тоже такие с шиммером немножко. Красиво очень. Угу. Прикольные. Так, немножко уже стали подчёркивать мои зелёные глаза. Вау, просто вау. Я её ещё вообще не пользовалась. Мне безумно нравится. Клёво. Вообще супер. Ещё такая вот действительно такая текстура кремообразная. Очень классная. Слушайте, я бы, наверное, так даже оставила, и мне очень нравится, как оно так выглядит. Но давайте немножечко поизвращаемся, какой-нибудь красивый макияжик сделаем. Так. Основа у нас есть. Сейчас мы сделаем вот таким жёлтеньким. Опять же, как небольшой контур нашего века. Берём пушистую кисточку. Проверяем, чтобы она была чистая. И наносим. Они не такие яркие, как мне бы хотелось. Ну, так, взрослый контент нашёл. Сейчас в макияже я не буду удлинять глаз. Я буду делать его более крупным. Жёлтый как раз. Очень хорошо сочетается с зелёным. Сделала цветовая гамма. Поэтому они друг другу вот помогают. Очень красиво получается. Так. Так, как-то полеет не мог. А сейчас ещё я хочу взять какую-нибудь... Опять же, что-то наподобие бронзатора. Ну, наподобие какого-то. Сейчас. И уголки в глаз. Нанесу. Тут даже тёмным я не хочу ничего портить. Ну, конечно, я не испорчу, но... Я хочу, чтобы он был такой более свежий. Так, и давайте немножечко нанесу чуть-чуть тёмненько, тёмненького карандашика. Ну, что я нанесла на верхние реснички. Сейчас ещё на нижнюю нанесу. И будет лиц макияж готов. Как вам? Мне очень нравится. Текстура хорошая, приятная, кремовая. Поэтому мне очень нравится. Так, ну, с глазами у нас всё. И давайте теперь, как я и обещала, вот этот блеск попробуем. Протестируем. Покажу вам. Ну, вы видите уже. Вот так это всё дело выглядит. По-моему, очень круто. Мне безумно нравится. Классно. Очень нравится, что NYX всё-таки такие смелые и молодцы. Потому что это клёво. Мало ли что, это пригодится. 5 из 5, тени и блеск. Кстати, ещё хотела вам сказать нутку новости. Я в предыдущем своё видео тестировала вот эту палитру от Lamelle. И вчера буквально вечером случайно наткнулась на картинку, вернее, пост в инстаграме с палитрой от NYX теней. И знаете, что меня удивило очень? Что цвета почти идентичны. То есть Lamelle сделала закос под NYX, представляете? Там, где вот шиммерные, там тоже в NYX такие же шиммерные цвета. То есть, обалдеть. Даже коробочка, вот этот вот чёрный ободок, он тоже как будто слизан. Я не знаю, как же за кем повторяет, но, представляете? И цвета практически такие же. Тут светлые, там, тёмные. Вот я просто очень, ну, долго сравнивала. И я обалдела. Нет, конечно, это прикольно. Это неплохая альтернатива. Мне тоже они нравятся, как они по качеству наносятся. Но было очень большое удивление, потому что я смотрю, думаю, что-то похожее, на что-то похожее. И ты понимаешь, что вот на эту палитру. Так что обратите внимание, кому интересно. А на этом всё. Я буду с вами прощаться. Надеюсь, вам понравилось это видео. Надеюсь, оно было необычное, креативное. Теперь вы знаете, что можете покупать эту продукцию. В принципе, она неплохая. Мне понравилось. И я думаю, что это того стоит. Спасибо за просмотр. Ставьте большие пальцы вверх. Если вам понравилось это видео, дальше будет больше. И будут разные вот такие подобные разборы косметики. Всё. Всем спасибо. Всех целую. И до новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok